Иисус Христос воскрес! Но свершилось невозможное. Спаситель воскрес из мертвых. Уже две тысячи лет христиане празднуют это событие. Каждый год по всей стране проходят пасхальные богослужения. Встретили Пасху и в храме Пресвятой Богородицы села Львовского. По доброй традиции в преддверии главных христианских праздников здесь проводятся конкурсы на приз храма. Вот и к Пасхе каждый прихожанец смог проявить свои творческие способности. Красточные яйца, пасхи, куличи порадовали всех, кто пришел разделить радость от воскресения Христа. Праздник Пасхи это главный праздник. Праздник Пасхи это то, что объединяет всех христиан всего мира. Праздник Пасхи это тот праздник, который объединяет всех людей мира. Независимо от их веры, от конфессии, от принадлежности к какой-то национальной или религиозной группе. Христос пришел для всех. Накануне Пасхи в храме гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Это ежегодное событие является чудом для каждого христианина. Поэтому частицы огня передаются во все храмы мира. Храм рождения Пресвятой Богородицы святыню доставили в лампадках львовские казаки. Сохраните в себе вот этот огонь. Всю неделю будет гореть. Можно забрать домой, зажечь свои лампады. И пусть они горят в ваших домах, как в ваших сердцах. Сохраните его. И пусть Господь благословит вас не только вещественным огнем, но огнем душевным. Огнем истинной любви христианской. И с наступающим праздником. По традиции служба продолжилась крестным ходом, после которого все прихожане совершили обряд причащения. Христос воскресеет. И пусть вместе с этим воскресшим Христом наша душа, порой черствая, воскреснет. Восстанет от своего тлена. И истиной, настоящей истиной вознесется ввысь. И будет радоваться победе нашего доброго знания над всем негодным, что могло быть в нашей душе. И сердечно хочу вас поздравить с самым главным православным праздником Святой Пасхи. Христос воскрес! Воскресе воскресе! И мир озарился новыми красками. Красками любви, добра, благополучия. Я хочу от всей души пожелать вам всем мира и счастья, достатка вашим семьям, тепла, уюта. Светлое Христово воскресение в Священном Писании называет праздником праздников и торжеством торжеств. Ведь через Иисуса Христа, Его жертву Бог примирился с человеком. Пасха символизирует победу жизни над смертью, радость духовного соединения с Христом. Конечно, добро и любовь и счастье и радость воскрешения, радость такого события яркого и самого значительного в нашей жизни. Это большой всенародный праздник. Я его люблю, обожаю и хочу, чтобы молодые поколения чтили, любили, понимали и праздновали этот великий-великий праздник. Впереди православных ожидает пасхальная неделя, именуемая Светлой Седмицей. Все семь дней принято петь церковные песни, звонить в колокола и совершать крестные ходы. Завершится она 15 апреля фаминым днём. В актовом зале Северского центра творчества состоялось торжественное открытие муниципального профессионального конкурса «Воспитатель года Северского района». С приветственным словом к конкурсантам обратилась заместитель начальника управления образования Анастасия Новикова. Конкурс профессионального мастерства и даю сделу смелости наших конкурсантов, их целеустремленности, ведь у них большая часть времени тратится на воспитание наших детей. И ещё находится время участвовать в таком важном конкурсе профессионального мастерства. Низкий поклон вам за это, молодцы, ведь профессионал, воспитатель – это качество образования дошкольного, это качество воспитания наших детских садов. В адрес конкурсантов прозвучало много искренних и добрых пожеланий. В этом году своё профессиональное мастерство представит шесть педагогов. Воспитанники Центра развития ребёнка Станицы Северской преподнесли участникам конкурса поэтический подарок. Мы на конкурс прилетели, пожелать мы вам хотели, голосы применить и детей всех удивить. А жюри, чтоб восхитилась ваша мудрость и такой, чтобы солнце засветило и в душе настал покой за образование и за воспитание. Что в районе лучше вас нет воспитателей для нас. Мы на праздник вам пришли, вам эмблемы принесли, вам поможет победить, зеро знаний посадить. По традиции конкурс будет состоять из нескольких этапов – презентации педагогического опыта, проведения мастер-классов, подведения итогов и награждения победителей. Задачи ежегодного районного конкурса гораздо шире, чем стремление поощрить самых талантливых педагогов. Он не только повышает престиж профессии воспитателя, но и позволяет распространять передовой опыт и поднимает общий уровень педагогической культуры. На площади перед Домом культуры села Львовского состоялось торжественное открытие нового пассажирского маршрута на комфортабельном автобусе марки «Газель». Такой долгожданный подарок для жителей охватит все малые населенные пункты львовского сельского поселения. В поселении пять населенных пунктов. Сень достаточно далеко расположен друг от друга. И жители неоднократно обращались к главе района к депутатам разных уровней с просьбой решить вопрос с автобусным сообщением. По многочисленным просьбам жителей на самом деле львовского поселения, вот мы решили поставить такой маршрут. Уже вот сегодня семь человек, да, уже пользовались этим маршрутом. Для того, чтобы быстро можно было добираться с хуторов, одолюдых хуторов, потому что постоянно люди жаловались и просили. Вот мы это сегодня решили. Я думаю, в течение месяца будет понятно, может, надо еще добавить там по графику. Руководством района сделано все, чтобы хуторяне, а это в основном люди преклонного возраста, смогли с удобством передвигаться на территории поселения. Мы приложим все усилия, чтобы эти перевозки были безопасны, чтобы они были для вас по расписанию, по времени приемлемы, удобны. Ну и будем рассчитывать на то, что вы будете пользоваться этими услугами, и то, что в автобусе всегда будут пассажиры. От имени жителей выступили квартальный хуторов «Красный» и «Стефановский», поблагодарив за организацию открытия маршрутного движения. Долгожданная маршрутка, я не знаю, у меня слезы накатывались сегодня утром, у меня телефон разрывался. Жители хутора «Стефановского» все звонят, ой, в автобус, ой, в автобус, ой, в автобус. Хотя в интернете было, но никто не верил до конца, что это действительно, как бы, наши мечты сбудутся. Самый отдаленный населенный пункт львовского поселения – это хутор Степановский. Добраться бабушкам очень нелегко в больницу в Северскую, во Львовскую администрацию, просто в банкомат. Теперь их мечты сбылись. Маршрутка будет следовать ежедневно, в утреннее и вечернее время. Рейс в хутор «Стефановский» три раза в неделю. Очередное планерное совещание состоялось в районной администрации. Основными темами совещания стали благоустройство и наведение санитарного порядка в поселениях и рассмотрение поправок в закон об имущественных отношениях. Глава района Адам Джарим поприветствовал собравшихся и попросил обратить особое внимание на внешний облик поселений и санитарное состояние в преддверии майских праздников. С наступлением тепла актуализировались вопросы сельского хозяйства. С докладом о ходе весенних полевых работ выступил заместитель главы администрации, начальник управления сельского лесного хозяйства и продовольствия Абрекнаж. В целом состояние зимы культуры в текущем году оценивается как удовлетворительное. Но вымачивание в конце февраля многими осадками в виде дождя, мокрого снега привели к подтоплению 180 гектара зимы культуры. Из них погибло 32 гектара. Также на совещании обсуждались вопросы ремонта водопроводных сетей и оснащения учреждений культуры необходимым инвентарем, декорациями и костюмами, а также оргтехникой. Решение текущих проблем – ежедневная работа администрации района. Работа, которая требует постоянного внимания и общих усилий граждан и властей. На минувшей неделе силами районной и местной администрации, сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы района и ООО «Смоленское» проведены работы по очищению русла реки Афипск, а также уборки накопившегося мусора. В первую очередь началась чистка ложи реки от растительности, деревьев, кустарников и мусора. После ручной очистки лесных насаждений экскаваторы убирали повальные деревья. Собравшиеся разбирали образовавшиеся плотины из веток и бревен, вывезли не один десяток мешков бытового мусора. Благодаря слаженной работе в течение дня устранено несколько заторов. Принятые меры жизненно необходимы, чтобы не допустить аварийных ситуаций во время дождей. Сильная заиленность скопления мусора и веток деревьев может способствовать затоплению частных домовладений. Уже 13-й год Центральная детская библиотека имени Юрия Васильевича Сальникова собирает любителей зонтаков литературы, пишущих уже маститых писателей и поэтов, юных, еще никому неизвестных, всех, кто любит творчество. На Сальниковские чтения душа по капле собирает свет. Это событие краевого масштаба состояло 6 апреля и посвящено столетию Юрия Сальникова, детскому писателю, педагогу, организатору и первому председателю Краснодарского регионального отделения Российского детского фонда и 65-летию основания Центральной детской библиотеки. Мы нашли в годовом отчете Центральной детской библиотеки за 1978 год вот такой отчет. Надолго запомнят ребята 8-го Б-класса 59-й школы встречу с Юрием Васильевичем Сальниковым. Чем она необыкновенна была? Ему удалось разговаривать, ребят, на серьезные темы. Если не хочется, а нужно, если ты сделал, чего ты сделал доброго ближнему. А Таня Деревянко рассказала о своем самом сокровенном, о своем писательском опыте и показала свои рассказы авторские Юрию Васильевичу Сальникову. По хорошей традиции на чтение приехали гости и друзья библиотеки, представители Краснодарского регионального отделения Российского детского фонда, представители Союза писателей Кубани, а также работники Центральной городской библиотеки города Абинск. Без малого 60 участников и 87 авторских работ были допущены конкурсу в номинациях «Проза и поэзия», «Авторское чтение», «Исполнительское мастерство», «Наше открытие» и «Декоративно-прикладное творчество». Всех конкурсантов объединяет интерес к литературному творчеству и способность излагать мысли и чувства на бумаге в прозе или стихах. «Гибнет детвора в заморской той страны, и дети нашего двора помочь друзьям должны». Их судно в трюме хлеб везет, а в море грянул шквал, и капитан суров и тверд скомандовал, обрал, провел ладони над губой, как будто по усам, хотя, известно, уз густой не пробивался там. Команды дружная семья не пожалела сил, как не бросался шквал гремя, бессильный отступил. «Снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти Любовь весенняя страна, весенняя страна, и только в ней мы счастьем». Экспертным советом определены победители, юные дарования, живущие на Кубани и в других регионах России. К этой встрече организаторы подготовили и издали сборник лучших детских работ участников конкурса. От Древней Руси до наших дней. Старинная русская игра лапта сегодня обретает популярность среди спортсменов. Открытый чемпионат Краснодарского края по лапте прошел на стадионе «Олимп» в станице Северской. В турнире участвовали команды разных возрастов, мужские и женские сборные. Для некоторых это были первые серьезные соревнования, но есть среди участников и титулованные спортсмены. В нашем районе в лапту начали играть относительно недавно, однако судя по тому, как ребята увлечены игрой, перспективы развития достаточно большие. «Третий год в Северском районе конкретно и на Кубани в целом развивается лапта. В этом году была зарегистрирована Федерация лапты и бейсбола Краснодарского края. На данный момент мы проводим чемпионат края среди мужчин и женщин. В нем принимают участие команды Северского района. Лапта набирает обороты, дети приходят в спортивную школу. Недавно мы открыли отделение лапты, с 1 января мы открыли в Ильской спортивной школе отделение лапты. На данный момент у нас 4 группы в спортивной школе. В этом же году открыли мы Федерацию лапты и бейсбола. То есть будущее у лапты на Кубани большое. Планы у нас грандиозные. Надеюсь, у нас все получится. Скорость реакции, выносливость, быстрота принятия решений. Это только малая часть того, чему учатся юные спортсмены в отделении лапты. Всестороннее физическое развитие и умение работать в коллективе. Вот главные плюсы старинной игры. Лапта вообще очень увлекательная игра. Нужно много бегать, нужно думать всегда в игре. Не просто побежать куда-то. Нужно думать, куда ты бежишь, кому ты пасыдаешь. Это командные взаимодействия, это работа на результат, командная работа на результат. Нужна хорошая физическая подготовка, нужна точность, нужна координация, нужна гибкость. Все качества, которые полезны для здорового человека, все в лапте развивается. Развитие спорта в районе идет огромными темпами. Все больше детей и взрослых занимается самыми разными видами спорта. Многообразие дисциплин представлено очень широко. А с недавних пор к этому большому списку добавилась лапта, которая за достаточно небольшой промежуток времени уже обзавелась собственными фанатами. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова